И на протяжении многих месяцев соскучились, и вот сейчас мы можем быть все вместе. Мы сейчас в учении об откровении, но мы сейчас делаем перерыв от этого учения, чтобы говорить о других вещах. И часть из этого учения, книги Откровения, Слово Божие проливает свет на другие места и на последние дни, что произойдет в будущем. И поэтому мы хотели от книги Откровения обратиться в сторону и посмотреть на другие места, что написано у нас об этом периоде. И сегодня мы будем говорить, будем рассматривать книгу. Книга Даниила, это книга, что есть график времен. И она немного отличается от нашего языка сегодня. Поэтому важно, когда мы изучаем книгу Откровения, чтобы мы также смотрели на то, что написано в книге Даниила, как на часть того, что было написано в событиях, которые должны произойти. В различных видениях, данных Даниилу, или которые он истолковывал, сегодня мы будем говорить о сне, который Даниил истолковал. Открываются времена, которые Бог открыл нам в Своем Владычестве через Своё Слово. Сегодня мы рассмотрим первое видение, которое Даниил раскрыл во второй главе. Это видение было дано царю Вавилонскому все-таки. И Даниил истолковал его. На следующей неделе мы поговорим о девятой главе Даниила. Там еще есть книги, записанные, которые помогают, чтобы Бог дал эти видения посмотреть. И эти картины освещаются в книге Даниила, помогают нам лучше видеть общую картину того, что должно произойти в будущем. Но из-за того, что некоторые вещи еще до сих пор не произошли, мы еще смутно это видим по камести. Есть люди, которые видят это по-другому немного. Кто заинтересован, могут посмотреть также на доске объявлений, где висит главное. И часть, которую Йоси будет на Мацегите показывать, также и там находится. Псалом 89, второй стих написано у нас. От века и до века Ты Господь, Бог. И есть у нас временная шкала, которая ведет от вечности, которая была в прошлом, и до вечности, которая будет в будущем. И Бог находится там на всей временной шкале этой. От века и до века Ты Бог. Ты великий Бог. И мы здесь находимся, где-то здесь, в 21-м году. Когда Израиль был создан в 48-м году. И в книге Откровения очень много говорится о периоде 7 лет великой скорби, бедствия, о которых мы еще не закончили. И не смотрите сейчас эти времена. Они находятся не в этом. И мы до сих пор не знаем еще, когда это придет. И до этой великой скорби приведет тысячелетнее царство. И после тысячелетнего царства будет вечность. Иисус умер в 33-м году нашей эры. Йоси написал здесь Эйди, 33-й год нашей эры. Это взято, когда родился Господь. И хронология разделена на две части. То, что было до рождения Иисуса, и то, что было после его рождения Иисуса. Второй храм был 40 лет спустя разрушен. И Даниэль был взят в изгнание в 605-м году до нашей эры. Будьте внимательны. Здесь написано до нашей эры. Это не до короны, в кавычках короны. Не до болезни короны. А до нашей эры, до Мессии. Когда первый храм был разрушен в 586-м году до нашей эры. И так, как Йоси сказал, Даниэль был взят в изгнание в 605-м году, будучи подростком. Он был подростком, мальчиком еще. Даниэль вместе с другими мальчиками из Иудеи продолжал учиться в университете, в Вавилонском университете. В том университете учили много лучших учителей того времени. И Даниэль окончил свое учение университета с большим успехом. Давайте прочтем Даниэль 1, стихи 19 до 20. И царь говорил с ними, из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мессаилу и Азарии. И старе они служить перед царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайновидцев и воволхвов, какие были во всем царстве его. Для ивритаязычных иногда трудный перевод в 10 раз больше, чем другие ученики, они преуспевали, эти мальчики иудейские. Это был первый год царя Новохудоносаря. И шел второй год, и во второй год видит сон Новохудоносаря. Давайте посмотрим на Даниила, вторая глава, с первого по четвертый стих. Даниил 2, стихи с первого по четвертый. Во второй год царствования Новохудоносара снились Новохудоносару сны. И возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайновидцев, и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь, сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон. И сказал ли халдеев царю по-арамейски. Йоси переведет с арамейского на иврит. Царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его. Царь обращается, Новохудоносар проснулся от сна и взволновался, и он обращается к своим мудрецам. Он обращается и просит, чтобы они истолковали его сон. И они были царские мудрецы. Они сказали, хорошо, царь. Но на этот раз царь дал своим мудрецам задание нетрадиционное. Даниил 2, 5, 6. Отвечал царь и сказал халдеям, слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и дома ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его. В этот раз нетрадиционное задание, которое царь дает своим мудрецам, своим мудрецам, гадателям, чтобы они не только сказали значение сна, но что он видел также. И если они не знали, то они будут разорваны. А если скажут, то они будут получать подарки. Они будут разорваны на куски, если они не будут знать. Почему, интересно? Почему царь дал своим мудрецам такую задачу нестандартную? Первое. То ли потому, может быть, царь точно не помнил, о чем был сон. У него это ушло. Он забыл это. Он забыл весь свой сон, но он хотел, чтобы его напомнили. И другая возможность. Может быть, мудрецы должны были испытываться между мудрецами. Он хотел узнать это. Проверить, или поистине вы мудрецы, которые... Давайте мы посмотрим. Царь был молодым царем. И он по наследству получил. И эти мудрецы были мудрецами его отца. И они гордились своими способностями. Стихи 7-12, 2 главы. С 7 по 12 стих. Они вторично отвечали и сказали, «Да скажет царь рабам своим сновидение». И мы объясним. Отвечал царь и сказал, «Верно, знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока менет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Халдеи отвечали царю и сказали, «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь, великий и могущественный не требовал подобного, ни от какого тайновидца, гадателя и халдея. Дело, которое царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которые обитания не с плотью. Рассверпел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских». Мудрецы, они игнорируют просьбу царя. Они просят его еще рассказать ему, что это за сон, чтобы они могли объяснить его значение. И король начинает злиться и говорит, что они пытаются выиграть время. И они на самом деле собираются солгать ему то, что было во сне. Поэтому, если они не расскажут ему и что это за сон, то они умрут. И ответ царю мудреца, то, что он просит, что ни один царь и ни о чем не просил, что только боги ихние, идолы, которые не живут, но эти боги не живут с людьми. И царь очень злится и приказывает убить всех мудрецов вавилона. Даниэль 2, 13, 16. Даниэль 2, 13, 16. Когда вышли эти повеления, чтобы убивать мудрецов, искали Даниэла и товарищей его, чтобы умертвить их. Тогда Даниэль обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских. И спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление царя? Тогда Ариоха рассказал все дело Даниэлу. И Даниэль вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниэль, он юный парень, но несмотря на свой юный возраст, он является одним из мудрецов вавилона. И он также является кандидатом на смерть вместе со своими другими мудрецами. И он обращается к служителю, который несет ответственность за казнь мудрецов. И будьте внимательны, обратите, пожалуйста, внимание, что на иврите написано в стихе 14. Написано к тому, кто выносит казни для людей на русском это. речь идет не о главном поваре царя, как на иврите написано, а кто ответственный за казнь. И это, как повар на иврите написано, взял из языка тэба. Ну, и Даниэль просит этого человека главного, просит понять, почему вышел суровый указ. И он просит от этого главного, чтобы он дал время, чтобы открыть царю сон и его решение. Даниэль 2, 17-25. Даниэль? Даниэль? Слиха. Даниэль? 17. Даниэль пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Месаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога небесно об этой тайне, дабы Даниэль и товарищи его не погибли с прочими мудрецами Вавилона. И тогда открыта была тайна Даниэльу в ночном видении. И Даниэль благословил Бога небесного и сказал Даниэль, да будет благословенное имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и элита, низлагает царей и поставляет. Дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. Славлю и величаю Тебя, Боже, отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя, ибо Ты открыл нам дело царя. После всего Даниэль вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских. Пришел и сказал ему, не убивай мудрецов вавилонских, веди меня к царю, и я открою значение сна. Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему, я нашел из пленных сынов и иудеи человека, который может открыть царю значение сна. Даниэль приходит в свой дом. Он созывает своих трех друзей на что? На молитвенное собрание, чтобы попросить милости у Бога. Несмотря на свой юный возраст, Даниэль и его друзья, они лично знают Бога. Эти четыре малых дых друга, они были дворяне, были в иуделе, они были унижены и взяты в плен. Их заставили покинуть свой дом, но они не оставили своей веры. Несмотря на испытания и разбития, что было в их жизни, вместе с этим они могли видеть и работу Бога в их жизни. Мы можем это прочесть в начале. И сейчас с возможностями, которыми у них были, они приходят перед Богом в мольбе и благодати и милосердии. дружба их дает им силы стоять в вере, несмотря на трудности и угрозы. Обратите внимание на ситуацию, в которой они оказались и на их реакцию. Что общего в молодом обществе нашем? Высокомерие, гордость, бунт, неуверенность в себе. Друзья молодые, они безрассудны, они в истерике всегда. И много раз во многом они не знают Бога глубоко. Это стандартные вещи, которые происходят с молодыми людьми. но это не относится к этим молодым людям, которым еще не было в 20 лет, по-видимому. Вы можете видеть своих детей, когда они были в таком возрасте до 20 лет, и можете сравнить. Эти друзья, мы можем видеть в них много смирения, веры и упования на Господа. Они не восстали против царя, несмотря на то, что такая обстановка была, они не пришли и не сказали, мы убежим отсюда. Но они искали лица Бога. И после молитвы которые они вместе провели после этого собрания, Данил даже мог лечь спать той ночью. Несмотря на то, что должно уничтожиться его. Мы все молодые и старые. Мы можем многому научиться у Даниила у Даниила его друзей. Бог никогда не разочаровывает. И ночью Бог открывает Даниилу, что это был за сон и что это было значение сна. И в ответе Даниила мы можем увидеть здесь немножко, несколько из их удивительных качеств. И глубоко как он любит Бога несмотря на юный возраст. Даниил не забывает благодарить Бога, сказать ему спасибо. И мы можем видеть реакцию Даниила об откровении, которое Бог дал ему с 20 по 23 стих. Даниил благословляет Бога. Он говорит благословенное имя Бога от века и до века. Что это не мудрость изменяет времена, которая ставит мудрецов, но Бог, тебе Бог, я тебя благодарю и тебе я преклоняюсь, что дал ты мне мудрости и силы. Ты, Господь, открыл мне то, что я просила от тебя. И после того, как Даниил благословляет Бога, благодарит Бога, он сразу идет к министру и министр, ну, который главный над казнями, дает возможность царю, он говорит царю, что он нашел кого-то, кто может рассказать, какой сон видел царь, или между своими он нашел таких, нет, он не сделал, но все равно он хочет свое имя как бы этот превознести, и он приводит Даниила к царю. Даниил 2 с 26 по 30 стих. Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, можешь ли ты сказать мне сон, который я видел и значение его? Даниил отвечал царю и сказал, тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновидцы, ни гадатели, но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и он открыл царю Новоходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после всего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение «Ты узнал помышление сердца твоего». Царь спрашивает Даниила, может ли ему раскрыть сон, и в ответе Даниила мы еще раз можем видеть характер Даниила, и как он знает Бога, как он близок к Богу, несмотря на возраст, несмотря на то, что он был юный. Он не берет славу на себя, но воздает честь Богу. Даниил готовит здесь способ свидетельствовать о величии своего Бога, как истинного Бога на небесах. И поскольку в Абилаяне утверждали, что их идолы были богами неба, свидетельство Даниила свидетельствуют о том, что Бог Даниила намного больше, чем вавилонские идолы, которые не могли открыть сон мудрецам, не могли раскрыть сон. Но Даниил заботится о том, чтобы сказать царю, что его мудрость это неестественная и обычная мудрость, а сверхъестественная мудрость, которая истинно исходит непосредственно от Бога небес. Даниил отвечает царю, что разные мудрецы не могут открыть царю сон. И стих 28 «Но есть Бог на небесах, открывающий тайны и сообщающий царю, что произойдет в последние времена». И Даниил также проявляет почтение к царю, что решивший Бог, решивший открыть тебе царю. Со стихов 31 по 35 мы в конце, в конце приходим в этот сон царя. Давайте прочтем с 31 стиха. «Тебе, царь, было такое видение, вот какой это большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он перед тобой, страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его мы можем видеть, что голова из золота, грудь его и руки его из серебра, чрева его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные, что написано о ступне. «И ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без действия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший из стукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот этот сон. Есть у нас в этом сне голова, которая золотая, а грудь серебряная, железные ноги, руки серебра, чрево, бедра медные. И отсюда после этого сна рассказывается объяснение сна. 36 стих. Вот сон, скажем, перед царем и значение его. Ты царь, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова. Голова — это голова Новохудоносора. И после тебя восстанет другое царство, ниже твоего и еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всей землею. Царство Вавилонское пало в 539 году. Персия и Мидия завоевали в то время. И Персия и Мидия завоевали Александр Македонский. И отсюда есть все Алексы, имена Алекс Немировский, Алекс Климан и так далее. в 331 году до нашей эры Александр Македонский завоевал Персию. И это как медь упоминается. Будьте внимательны, что Даниил точно не сказал здесь какие будут царствия следующие, но еще дальше в 8 главе эти вещи разъясняются, что второе царствие Мидии и Персия и также третье царство. Мы сейчас не будем входить, но вы найдите в 8 главе это с 3 по 8 стих и с 20 по 21 стих. Ну в общем после пояса четвертое царство будет как железо сильное. Также он продолжает стихи. После восстанет другое царство, ниже твоего еще третье, а четвертое царство будет крепко как железо. И следующее царство будет римское царство, которое завоюется. Римляны завоевали Грецию в 146 году до нашей эры. Но вследствие того, что мы говорим, что царство властвует над Израилем, завоевало Израиль, то это говорится о 63 году до нашей эры, как римское царство завоевало Израиль. Как упоминается тут в стихе 40. Что царство это будет сильное, как железо, которое крошится и ломается. И это мы можем, оно будет настолько сильное от всех других царств. Мы можем заметить, что стоимость ментала уменьшается от золота к серебру, от серебра к бронзе, от бронзе к меди. Но сила их увеличивается. Золото за серебро, за медь, за железо. И написано, что королевство уступает своему предшественнику. 41-43 стих. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. мы видим, что ноги, они как глиняные и железные. Есть десять пальцев на ногах и здесь будет установлено царство десяти стран. Это царствие будет как федерация. Больше чем царство, чем один царь, который правит. Железо представляет здесь как влияние римское на царство. и железо как слабость этого. Железо и глиняные посуды они прочные. Это напоминает правительство, которое сейчас. И мне кажется, что между царствиями этими пятым и четвертым есть пауза. Йоси называет эту пророческой паузой, пророческая пауза в последовательстве царства. Когда Пятое царство будет в будущем должно прийти, что мы еще точно не знаем, когда это будет. Но тема это пророческая пауза, мы на следующей неделе поговорим. И в стихе 44 написано, что в одни этих царей Бог Небесный установит царство, которое никогда не будет разрушено. Это царство не перейдет к другому народу, оно сокрушит все эти царства и положит им конец, и оно будет восстанавливаться вечно, восстанавливать вечно. Все царствия проходили от одного к другому. от одного королевства к другому, от одного царства к другому по очереди. Но этому королевству царству, которое будет, оно останется, оно не пройдет в следующее царство. И написано у нас в стихе 45 Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы, неру камень и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон и точное истолкование его. Камень он раздробил ноги огромной статуи, разрушил всю статую, пока от него не осталось и следа. Все другие царства, они находились в руках одного человека. Какой-то царь был правителем или был королем, он основал королев царства и правил царством в соответствии со своей мудростью. Но здесь основание царства, шестое, это тот же камень, который не находится в руках человека. У этого камня нету с плотью и кровью человека. Это должен быть Бог. Оно основано будет править. Из этого камня вырастет царство, которое никогда не будет уничтожено. Камень символизирует царство Мессии, которое заполнит всю землю. И это царство будет вечным и не будет разрушено и сломано. Это напоминает нам то, что мы говорили две недели назад. И прочем с Даниила 7 глава 13-14 стих. «Видел я в ночных видениях вот с облаками небесными, шел как бы Сын человеческий, дошел до ветхого днями и подвел был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет и царство его не разрушится». В конце 45-го стиха Даниил говорит царю, что великий Бог сообщил царю о том, что будет в будущем. Хотя, конечно, он имел в виду Бога. И стих 46-й давайте прочтем. 46-й стих со 2-й главы. 46-й стих «Тогда царь Наваходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения». Как в прошлом мы говорили, мудрецы царя сказали, что они обладают сверхъестественной мудростью. И здесь царь видит, что этот молодой человек Даниил действительно обладает сверхъестественной мудростью выше всех других мудрецов и кланяется ему. Царь кланяется своему рабу. Нет такого. Но здесь царь кланяется ему, кланяется Даниилу. Царь понимает, что Бог Даниила он Бог Бога и Господа царей. Из-за непослушания нашего народа он был понижен со своего высокого положения среди народа мира и приговорен к временам язычникам. Влияние язычников и их правление будет уделом нашего народа до тех пор, пока не окончатся времена язычников. Лука 21-24 написано «Доколе не окончатся времена язычников». Но мы еще поговорим об этом позже в нашем исследовании последних времен. В то время миром правил Вавилон. Он который покорил Иудейское Царство. Вавилон он был первой из держав правящих миром пока не будет восстановлен народ Израиль пока не придет Царство Мессии. В наши дни когда все так временно а правительство меняется каждые каждые несколько лет или каждые несколько месяцев как хорошо помнить и знать что Бог не меняется что его царствие будет стоять до вечности евреям тринадцать тринадцать восемь Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же как хорошо знать что его царствие будет вечно он тот кто открыл нам глаза чтобы поверить в него он тот кто дает нам жизнь он поддерживает нас он тот кто призывает нас быть священниками перед ним и день придет и он также возьмет нас чтобы быть с ним и быть частью его царства и придет день и он не за горами и он установит свое царствие здесь на этой земле давайте помолимся отец и господь спасибо тебе что ты тот который открыл наши глаза Mike ты открыл наши глаза понять и узнать что ты царь господь бог и мы приходим перед тобой и поклоняемся перед тобой мы благодарим тебя что ты тот который открылся также и открыл то что придет в будущем и за это мы Мы благодарим Тебя, Господь Бог, и мы просим, Господь, чтобы Ты помог нам жить жизнь нашу здесь, сейчас, когда мы перед Тобой приносим жертву хвалы перед Тебя. Благодарим Тебя от всего сердца. Славим имя Твое каждый день, или это через наши уста, или через нашу жизнь. И славим имя Твое, и сообщаем миру о Тебе, Господь. Помоги нам, помоги нам не только во время собрания, когда мы славим имя Твое, превозносим, но также, когда мы выходим. Благословенное имя Твое, Господь, во имя Ешо. Аминь.